И это полтора процента от населения страны. По оптимистичному сценарию властей основную часть населения собираются вакцинировать к середине лета. Сегодня марсоход Pesuvierens должен приземлиться на поверхность Марса. За этим историческим событием следит вся Земля. Посадка – самая опасная часть миссии. Согласно плану НАСА, после вхождения в атмосферу планеты, капсула с марсоходом сначала будет спускаться на парашюте, затем раскроется, и из нее вместе с ровером вылетит дрон. С помощью своих двигателей он обеспечит марсоходу мягкую посадку. Запуск состоялся 30 июля прошлого года, а посадка ожидается сегодня, после 23 часов по Москве. Сигнал подтверждения посадки поступит в НАСА только через 10-11 минут. Весь процесс будет транслироваться в прямом эфире на сайте космического агентства. Pesuvierens настойчивости будет изучать породы, которые могли бы сохранить следы жизни. Марсоход соберет образцы грунта и доставит на Землю, а вертолетный дрон должен отработать технологию полетов в атмосфере Марса. Россия удержалась в четвертом десятке рейтинга FIFA, обновленная версия которого была опубликована сегодня и осталась на 39-й строчке. Ближайшие официальные матчи сборная проведет в марте в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 с командой Мальты, Словении и Словакии. Ну а летом сборная выступит в финальной части чемпионата Европы, перенесенного с прошлого года, где на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Стоит отметить, что сборная Бельгии возглавляет первую десятку рейтинга FIFA. Также сегодня в ближайших выпусках новостей. В Кремле прокомментировали решение СПЧ об освобождении Алексея Навального. Следственный комитет по Москве удалил ролики с поздравлением 14-летних, когда перечислял тюремные сроки. В США изъяли более 10 миллионов поддельных масок 3М. Подробнее об этих и других событиях сегодня в новостях. Спасибо, Оля. Загруженность московских дорог 7 баллов. В Москве сейчас минус 13. Предстоящая ночью 20 градусов мороза. Завтра снова солнечный день. В пятницу 13-15. В рабочую субботу мороз немного отступит. Днем 12 градусов. И длинные выходные начнутся с пасмурной снежной погоды. А затем морозы снова окрепнут. Так что днем будет 16-18 градусов. По ночам минус 25. И даже, возможно, минус 30. Добрый день. Смари Армас. Что-то между добрым днем, добрым вечером потихоньку к Калининграду. Точно добрый день всем остальным и многим городам вещания серебряного дождя. Уже добрый вечер. В этом часе у меня Тим Скоренко, специалист по информационной безопасности, сотрудник лаборатории Касперского. Тим, добрый вечер. Да, добрый вечер. Мы тебя знаем, внимательные слушатели серебряного дождя. Тебя также знают как писателя, журналиста и человека, который написал книгу про изобретение в Советском Союзе и до советского периода. Ну, я разделяю работу и хобби. Наконец-то я здесь по работе. Ну, наконец-то. Мы тебя поймали в профессиональной ипостаси. Да, да. Кстати, по новостям. Ольга Разумовская только что сказала про ролик, которым поздравили, я, чтобы не ошибиться, какое это ведомство, все-таки сейчас посмотрю. Это... Так, да что ж это такое-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Помнишь ли ты, Паша, ведомство, какое у нас поздравило 14-летних? Можно сказать, микрофон. Следственный комитет, который решил поздравить 14-летних и, наконец-то, напомнили, какие сроки теперь у них будут. Начинается ролик с того, что за убийство. Теперь вы отвечаете за убийство. Дальше появляется второй человек из следственного комитета. Теперь вы отвечаете за кражу. Это так страшно, правда. Действительно, следственный комитет удалил этот ролик. Есть ли что-то... Креатив за то. Креатив, согласись, да? Прям молодцы, покреативили. Есть ли сроки за интернет-мошенничество? Конечно, есть. Как за любое мошенничество, потому что, на самом-то деле, чем интернет-мошенничество отличается от обычного мошенничества? Так человек обманул бабушку вживую и украл у нее, там, не знаю, 50 тысяч рублей. Так человек обманул кого-то через Авито и украл у него те же самые 50 тысяч рублей. Через Авито, интересно, сложнее найти? Киберполиция какая-то работает? Практически невозможно, на самом-то деле. То есть, вот этих мошенников, отловить их фактически невозможно. Что телефонных, что сетевых. Сетевых чуть попроще, потому что они хоть какие-то следы оставляют. Телефонных вообще почти нереально. Если их и берут, то чаще всего случайно. То есть, накрывают вот этот вот, скажем так, офис, где они работают, и обнаруживается, что они ответственны за те, те, те или те преступления. Поэтому здесь вопрос, в первую очередь, в информировании людей, чтобы те не покупались. Убить это мошенничество способами закона практически невозможно. Не потому что полиция плохо работает, а потому что мошенники хорошо работают. Мы будем в этом часе говорить, ну, давайте с интернет-мошенничества и начнем. Я нашим слушателям тогда напомню, 730-101, код Москвы-495, присоединяйтесь, как обманывали вас, как вы выходили из этой ситуации, нашли ли ваших обидчиков, и что с этим было. И плюс 7903-797-6333, номер для ваших смс-сообщения. Я этим предлагаю начать с Авито, потому что увидела... Сразу на Авито. Да, а вот почему, собственно говоря, нет, тем более, что это рассадник мошенников. А на самом деле в 2020 году как интернет-мошенничества там Авито, так и телефонные, они безумно активизировались. В связи с понятным совершенно явлением люди перешли в онлайн, люди в гигантских количествах перешли на домашнюю работу, люди стали больше покупать онлайн, люди стали меньше выходить из дома к Авито. И вот активизация безумная. Мне за прошлый год звонили и писали мошенники на Авито больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Вот. И на Авито есть целая куча схем, там несколько десятков, разводят чаще продавцов, чем покупателей. Ну, покупателей сложнее немножко развести, хотя тоже бывает. И я могу сказать по статистике, вот я в Фейсбуке смотрю на своих друзей, вот за последние полгода шестерых, шестерых моих знакомых, вот в Фейсбуке, хотя у меня там человек 800, вот украли у них деньги, а пытались украсть примерно у трех десятков, это только те, кто писал посты про это. Давай про самый распространенный вид мошенничества. Вот ты продавец и что-то выкладываешь, ну я даже не знаю, там формочку для запекания АВЦ. Самый любимый вид мошенничества это написать, первое, сразу они говорят, здравствуйте, мне вот интересует ваш там телефон, вы продаете или что-то еще там. Они обычно смотрят, что это такое неликвидное, что человек уже месяца три продает, то есть он уже хочет, да, что-то продать, желательно дорогое, кстати, потому что дешевое, это мне очень интересно. Вот, и дальше он говорит, он долго расспрашивает о том, насколько это хорошая вещь, правда ли все так, потом говорит, слушайте, давайте через Авиду доставку это все сделаем, но прежде перейдем в WhatsApp. Ну почему, потому что в WhatsApp и удобнее как-то, или в Skype. То есть первый признак, это совершенно четкий, он просит уйти из мессенджера внутреннего, будь то Авито или Илла. Это прям первый признак, после того, когда он предлагает сразу закрывать с ним разговор, все это мошенник. Нормальному человеку хватает внутреннего мессенджера и все. Вот, потом он там говорит, вот смотрите, как работает доставка, он вам-то рассказывает прям напрямую. Я перевожу деньги, деньги зависают на Авито, он их бронирует. Потом вы посылаете мне гаджет, и когда я отмечаю, что гаджет получен, я живу в другом городе, Владимир всегда живет в другом городе, это важно. Эта сумма разблокируется и поступает вам на карточку. Он говорит, отлично, а Авито заставка действительно так работает. Человек приходит, человек смотрит и говорит, извините, сбился. И мошенник говорит, вот вам ссылочка на получить деньги, он кидает эту ссылочку. Человек кликает на эту ссылочку, а ссылочка поддельная. Она ведет на сайт, очень-очень похожая на Авито, там все дизайн. И там написаны данные карточки, написано, вбейте вот данные своей карточки, чтобы, собственно, получить эти деньги. Человек вбивает данные этой карточки, на этом мошенничество закончено. Собственно, имея все данные карточки, то есть код на лицевой стороне, срок действия, имя, естественно, CVC-код на обратной стороне, мошенник в ту же минуту практически садится и с этой карточки что-нибудь покупает с помощью нее. Вот, и все. И до свидания. Или переводит деньги себе, то есть есть схемы, которые позволяют, есть банальные интернет-сервисы, которые позволяют с этими данными просто перевести деньги куда-нибудь, либо что-нибудь купить. То есть он ворует оттуда с карточки деньги. Иногда у некоторых банков стоит защита, то есть нельзя украсить эти деньги без смс-кода. Тогда мошенник дополнительно пишет, а вот что повезет, сообщите мне еще смс-код, я тогда вам смогу перевести, а то у меня деньги зависли. Ха-ха-ха. Да, да, да. Вот самая популярная схема, наверное, половина всех случаев это эта схема. Я сейчас приторможу тебя, мы вернемся через минуту, и пишите, как вас обманывали, как вы выходили из этой ситуации. И, кстати, много уже вопросов по поводу всяких видов мошенничества. Плюс 7903-797-6333, и можно позвонить в студию, 730-101, код Москвы-495. Там немножко, буквально минуточка. Ну, на самом деле, довольно длинное описание получилось, но она длинная. Не-не-не, почему я все поделал? Не-не, Тим, мне кажется, что все... Там такой бесконечный разговор, есть диалоги, такие треды, примерно 50 сообщений. То есть тебя не сразу просят, а достаточно долго. Ну, сначала он делает, что он продавец, покупатель, честно, он очень долго видел. Давай, кстати, это проговорим. На самом деле, мне кажется, важная история, что такая психологическая, знаешь, типа... Ну, там есть вот маркеры, просит перейти куда-нибудь, все. Ну, то есть, просит простишь совершенно. Ну, сейчас он напишет, как обманули через Яндекс.Такси. Через Яндекс.Такси, не знаю схему. Ну, может, они есть, но... Сейчас нам напишут, мне очень интересно обманули через Яндекс.Такси, а дальше пишется сообщение. Сейчас посмотрим. Через Яндекс.Доставку обманывают, это тоже. Интересно. Точно так же, точно так же, только не Авид.Доставка, а Яндекс.Доставка. Точно так же разводят. А, ну, то есть, это любой сервис, который что-то пытается, только левая ссылка на Яндекс.Доставку. Да. Сейчас скажу про Яндекс.Доставку. Я напомню, мы говорим про интернет-мошенничество. У меня в студии специалист по кибербезопасности, можно так сказать? Специалист по интернет-мошенничеству. Точно. Тима Скоренко, сотрудника лаборатории Каспирского. Слушаю, и прям слезы наворачиваются. Буквально в январе я так попалась. Обидно было до жути. Скажи, пожалуйста, является ли низкая цена на тех же самых Авито и, похоже, сайтах способом напрячься? Вот наш слушатель пишет, я знал, сколько это стоит, а то, что предлагали, стоило существенно меньше. И вот это для меня сигнал, что все, до свидания. Это, на самом деле, другая схема. Это уже схема, которая предназначена для развода покупателей. Ну, то есть человек видит, что очень дешевая вещь, покупается на нее, переводит деньги таким же образом, ему присылается что-то. Он идет на почту, например, получает это что-то, деньги разблокируются, их мошенник получает, а у него там коробка, набитая камешками, например. Ну, то есть есть много разных вариантов. То есть здесь задача просто соблазнить человека на какую-то очень дешевую вещь, и продавец всегда, типа, в другом городе, конечно, он все это посылает через почту, ну, то есть так вот. Я вспомнила советский фильм, помнишь, вылетело название из головы, там, где кофточку покупали в переходе, в период дефицита, а вместо кофточки была тряпочка. То есть, по сути дела, вот это разновидность мошенничества. А в советское время было ровно то же самое, когда пластинки продавали. Брали Кобзона какого-нибудь, да, или Верича Ленина. Написали, что это Фрэнк Синатра. Да, счищали центр, наклеивали, это было прям целое искусство. А разница была, Кобзон стоил там 2 рубля, а Фрэнк Синатра, условно скажем, его за 300 рублей привозили из-за границы нелегалом. И форцовщики, вот, мошенник форцовщики были в количестве такие. В 70-80-е годы было очень популярно, было целое искусство, идеально счистить этот центр пластинки и наклеить туда сподлинного, который у кого-то остается, конечно, в виде пластинки. Да, вот эту штуку от Фрэнка Синатра или там Мателса Пресли. Да, в Переходе сложно было это все прослушать и понять. А это было невозможно. Тем более и запрещено, наверное, было слушать что-то. Не, ну как, это невозможно было технически, пластинка 70-е годы, только дома на проигрывателя, да. Это вам не Клабхаус. А то же самое, да, ровно то же самое. 730-101, Кот Москва и 495, добрый вечер, алло. 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 Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы просили рассказать какую-нибудь историю. Давайте. Это мошенничество. В общем, была у меня история о соцсети ВКонтакте. А, меня зовут Азахия, город Новосибирск, если что. Вот, значит, мы как-то организовывали мастер-класс. Я занимаюсь танцами из другой специальной школы. Ну, вот, приглашенные звезды в нашем стиле. И у нас все контакты были, ну, многие заинтересованы именно в ВКонтакте, то есть там WhatsApp, еще где-то, в Инстаграме. И там писали люди, ну, об этом. То есть спрашивали, задавали вопросы, где, во сколько, по чем стоимость мастер-класса. И кто-то, ну, проник от моего имени, ну, то есть скрыл, видимо, страничку, и когда я не видела, принимал сообщение и говорил, куда перечислять деньги. Вот, в мастер-класс. И таким образом, когда накануне события, я поняла, что, ну, как бы, что у нас продано сколько-то мест, а, ну, обязанности, ну, еще перед большим числом людей, ну, и потом решали. Это как-то... Ну, здесь уж сложнее схема, то есть скрыли страничку вашу первую. Это схема, которая требует от мошенника не только социальной инженерией поговорить с человеком, но и все-таки каких-то физических, технических напряжений, чтобы вскрыть, взломать страницу. Спасибо, Анастасия. Вот смотрите, какая штука. Слышал про такой вид мошенничества, пишет слушатель, звонок, в котором тебе задают вопрос, на который ты просто отвечаешь «да». Ну, да, и все. Да, есть такая история. И якобы твой голос записывают, чтобы дальше от твоего лица совершать какие-либо транзакции. Может ли такое быть или чушь? Вот скажи... Сформулируем так. Чисто технически голос подделать можно, но для... И такие технологии существуют. Для этого нужно поговорить с человеком часа полтора. Потому что даже современные прекрасные божественные нейросети могут подделать любой голос, любые интонации, но для этого им нужно очень много материала. На одних только «да», «сыт» не будешь. Почему? Потому что если вы говорили когда-нибудь с реальным банком, например, кедит брали или... Ну, звонили в реальный банк. Обратите внимание, что сотрудники задают вопросы, которые не подразумевают от вас ответы «да». Они обучены, у них... У банковских сотрудников есть какие-то, как бы сказать, лекала, по которым они должны разговаривать, понимая, что они разговаривают с живым человеком. А если они будут задавать вопросы, на которые можно отвечать «да», то да, конечно, мошенник сможет там плей нажимать, и да, это проигрывать или нет. Но это маловероятно. Ну, подожди, я представила разговор. Вы хотите открыть счет в нашем банке? Да. Да-да-да-да. Как много вы хотите открыть? Да. А кредит хотите взять? Да. И еще точнее. Да, детка. Ой, извините. Случайно. Это как раз оно. А вот кто-то нам написал про такой вид мошенничества, что позвонили из банка, из одного банка, и сказали, вы знаете, нам сказали, что вы хотите перейти в другой банк. Это правда? В чем смысл этого развода? Все разводы, когда звонят из банка, заточены на три основные цели. И длинный там может быть диалог, там может быть диалог на несколько часов на самом деле. Бывает и так. Первая цель – это напрямую заставить человека перевести деньги. Это чаще всего мы служба безопасности, ваши деньги нужно перевести на какой-нибудь страховой счет, потому что их сейчас украдут. Второе – это узнать реквизиты, с помощью которых эти деньги можно украсть. То есть продиктуйте, пожалуйста, номер своей карты, и на оборотной стороне тоже вот это вот. Третий вид, ну, на самом деле больше, но три основных. Третий вид – это установить приложение, чтобы дополнительно обезопасить, установите наше приложение. Вот я подозреваю, что в этом диалоге все шло в итоге к установке приложения, какого-нибудь удобного. На самом деле то, что вы установите, не имеет никакого отношения ни к одному, ни к другому банку. Это банально следящее ПО. Вот шпион, который просто будет считывать, например, данные из вашего приложения, приложение вашего банка, а заодно и смс-ки, в которых вам пуши, или смс-ки, в которых вам приходят коды подтверждения. Ну, например. То есть я не знаю, чем закончился бы этот конкретный диалог, потому что там очень много схем, все они ведут к тому, что вас хотят ограбить. Ну вот Иван из Москвы почти подтверждает твои слова. Есть такой способ. Звонят якобы из банка, говорят, что, мол, сомнительная у вас была операция или что-то похожее. Потом, мол, для того, чтобы в банк клиента поставить защиту или что-то в этом роде, просят скачать имя админ в App Store, а далее каждые циферки с экрана этого приложения, а далее они по циферкам подключаются к телефону и за минуту снимают ваши деньги. Иногда они, вот то, о чем пишет послушатель. TeamViewer, в конце концов. Да, это TeamViewer. В данном случае это TeamViewer, это тоже такое бывает, именно когда они хотят управлять вашим гаджетом издалека. Но в моей практике чаще встречалась именно шпионка, которая просто посылает им данные. Но для них это одно и то же, какая разница. Они и так, и так узнают одну и ту же информацию. То есть есть разные схемы. 730-101, код Москвы-495. У нас работает трансляция на YouTube. Заходите, смотрите. Тим Скоренко, специалист по информационной безопасности у нас в студии. Тим, я тебя спросила о великих мошенничествах в истории. Что-нибудь такое фантастическое, что осталось? Ну, моя любимая история. Я вот ее до эфира помнил без имен, а перед эфиром вспомнил с именами. Был такой Виктор Люстик. Это человек, который в 1925 году продал Эйфелеву башню. Совершенно напрямую. Он подделал документы о том, что он представитель некого министерства, связанного с градостроительством и так далее, и так далее. И направил письма пяти крупным специалистам, пяти крупным бизнесменам, которые занимались скупкой, продажей лома, демонтажом конструкции и так далее. И сообщил им, что Эйфелеву башню, поскольку она очень уродливая, ее собираются, собственно, демонтировать. Они купились, и он провел среди них тендер на полном серьезе. Один из них выиграл этот тендер. Какая прелесть. Да, один из них выиграл этот тендер. Тендер, да. Покупатель этого лома. Покупатель заплатил какую-то безумную сумму, 250 тысяч франков за Эйфелеву башню. То есть он за эти 250 тысяч франков купил себе право демонтировать и на лом отправить Эйфелеву башню. После этого Люстик исчез, а этот человек, когда его техника прибыла к Эйфелеву башне, немножко удивился. Потому что никто не знал, что ее собираются сносить, кроме него самого. Я вспомнила продажу памятника Аленке недавно. Происходил. А, да, да, да. За 2 миллиона 400 тысяч. Но там как-то все по-честному. Ну, предприимчиво все-таки. Ну, ее же нельзя в лом. Ее нужно в памятник самого... Вообще, в России нужен музей уродливой скульптуры. В нескольких странах есть. Нам тоже нужен. То есть у нас есть музей такой интересный, исторический. Музеон. Нет, в музеоне там интересная историческая скульптура. Там даже та, которая страшная, она имеет историческую ценность. А вот музей вот этого вот трэша, он просто необходим. Артем Екатеринбург. Скажите, пожалуйста, почему мошенников не ловят? Ведь все цифровые транзакции оставляют электронный след, как специалисты. Ну, на самом деле, электронный след-то они оставляют. Только электронный след ведет, например, к украденным картам или к подделке, к подделкам. То есть реального человека, который стоит за этим мошенничеством, поймать невозможно. Подожди, вот забрали номер твоей карты, заказали что-то, купили что-то. Нет, не заказали, перевели деньги на какую-то карту. Какую-то карту. Так, но ты же знаешь, на какую карту перевели. Да, но эта карта записана на абсолютно случайного человека. Это может быть карта, записанная на... Во-первых, это может быть карта, зарегистрированная на поддельный паспорт, на поддельные документы, без всяких проблем. Это может быть ворованная карта. А как мошенник тогда снимает деньги с карты, которая записана, бог знает, на каком? Ну, у него есть карта, он знает пин-код, что ему мешает снять, в общем-то, деньги. Ничего не мешает. Ему же не нужно быть обязательно владельцем карты. Вот я могу взять карту, если мой друг сообщит мне пин-код его карты, я возьму его карту, пойду сниму с нее деньги. Вот, эта карта одноразовая почти все. Те счета, на которые переводятся эти деньги, они работают на одно-два мошенничества, потом они выбрасываются, и все. И оно приведет к случайному человеку, к Марии Петровне Петушковой, живущей, не знаю, в Наильске. Она такая, как, что, ничего не знаю. А просто ее паспорт усек в сеть, и на нее там завели какую-нибудь карту. А многие, кстати, виртуальные карты вообще можно заводить почти без документов. Ну, то есть, это несложно делать все. 730-101. Добрый день, алло. Алло, здравствуйте. Расскажите, как вас обманули, если обманули. Да, меня зовут Алина, я из Москвы. Я совершил большую ошибку, поверив в туристическое агентство. Я хотел поехать в Чужую Америку, и там я нашла в интернете рекламу такого недорогого тура, где стоимость всего тура была меньше, чем стоимость билетов, которые я просто искала отдельно на самолет, допустим, в Перу. Вот. И когда они мне прислали бронь моего билета, вот, они сказали, что полностью этот билет оплатить и подтвердить они могут только тогда, когда я им переведу деньги за весь тур. Вот. Ну, и я, значит, совершила эту ошибку, перевела большую сумму денег, 4 тысячи евро. Все вместе тур была. У них был сайт, это туристическое агентство, зарегистрировано в Днепропитовске. Хозяин его был Александр Зубенко, он гражданин Украины. Я разговаривала с людьми, которые уже ездили с этим агентством, если они просто так совершенно совсем не знакомы. А вы нашли этих людей где? Я нашла их... Сначала была реклама в Фейсбуке, причем были даже люди мне знакомые по Фейсбуку, которые с ним ездили несколько раз в такие туры. Вот. И действительно подтверждалось, что у него такое агентство есть. Вот. И он собирает группы. Вот. Но третий раз, когда он совершал поездку, она не состоялась. Он объявил себя банкротом, и билеты, которые он мне прислал, оказались, когда дозвонил. Нет, мои фамилии там не знают, такой броненомера у них нет. Вот. Когда я ему стала звонить, он говорит, ну вот так получилось, деньги я вернуть не могу, я полный банкрот. В общем, ну даже не изменялся просто. Более того, человек этот, это было уже 4 года назад прошло, этот человек реально существует, он живет, но так как он гражданин Украины, и у нас нет дипломатических отношений с Украиной, я даже не могу на него в суд подать. Вот. Да, очень сочувствуем, Алина. Ну почему это довольно грубое мошенничество? Такое грубое оно... Смотри, тебе не показалось, что сначала человек действительно работал, 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 а потом просто обанкротился и сказал, что деньги я вам давать не буду, и гражданин Украины очень удобно? Скорее всего, да. То есть здесь вот такое совершенно грубое и, возможно, изначально непродуманное. То есть он просто решил уйти не очень красиво, похоже на то. То есть это не человек, который изначально собирался этим прям зарабатывать. Если бы он этим прям зарабатывал, то вот каждый такой тур создавался бы новый сайт, такие схемы есть. Вот у меня знакомая недавно Павлово-Посадский платок на таком сайте купила. Под каждые 30 платков фейковых, несуществующих, новый сайт они создавали, как бы их продавали, деньги приводили, платки не приходили. То есть люди специально создавали сайт, чтобы продать 30, они вообще ничего не прислали, никакой платок. Нет, деньги приходили, платок не приходили, они просто меняли хостинг и все. Дизайн даже тоже создавался сайт. А скажи, как не попасться на такую историю, которая что-то продает и меняет сайт? Ну, смотреть на самом деле на сайт, признаки поддельных сайтов достаточно четко видны. Какие, расскажи. Ну, во-первых, если это интернет-магазин, то в нем должны быть всякие выходные данные, то есть в нем должна быть информация техническая, она обычно в подвале там находится. А на таких сайтах обычно написано, например, 2021 год, компания такая-то, и все, больше ничего. А где ее юридический адрес, а где ее там выписка из EGRU, я не знаю, как это называется. То есть, ну, где ее телефоны, контакты, ну, то есть все должно быть. Физический адрес должен быть какой-то. То есть, вот поэтому достаточно четко можно определить, потому что у этих компаний таких вещей нет. Они очень быстро мигрируют, и проверить ничего невозможно. Ну, там может быть левый какой-то адрес. Ну, как левый, если там есть данные по ИП, например, вы берете эти данные по ИП и проверяете их в одну секунду. В интернете это все проверяется. То есть, если вам кажется, что сайт какой-то поддельный, и там есть эти данные, но вам все равно кажется, что если их нет, то точно поддельные, почти. Если они есть, ну, вбейте в интернет, проверьте. Если он зарегистрирован действительно в каком-то году, эта фирма существует, она не обанкротилась, ну, значит, скорее всего, реальная. Лет 10 назад приехал на Ленинградский вокзал Боже, какое благословенное место для мошенников Встречал друга И вдруг мне приходит смс-ка С незнакомого номера Стою на вокзале, телефон заблокирован По полней счет этого телефона Дозвониться до тебя не могу Какие были теплые ламповые мошенничества Нет, сейчас тоже это работает Это схема очень популярная сегодня Постоянно вот это вот Мама, я попал в аварию, срочно переведи мне денег А, это разновидность вот этого Все, я поняла 730-101, добрый вечер, Алё Добрый вечер, да Это Иван из Екатеринбурга Я так понимаю, мы обсуждаем схему мошенничества Да, Иван, вы на какой стороне? На стороне мошенников или на тех, кого обманули? Вы так серьезно подошли к делу? Опасный человек Не знаю, я просто, да, уточнил Но, на самом деле, была одна история У меня, я попался Я отправил достаточно дорогостоящую фототехнику Товарищем, как бы за... Ну, как бы я ее продал за границу, за валюту Но, на самом деле, я просто им ее отправил И был как-то недостаточно бдителен То есть, бывает, что... Ну, иностранцы это или нет, неизвестно Они мониторят какие-то ресурсы по продаже Дорогостоящей техники Там, фототехники, видеотехники И предлагают ее купить И вот как-то я был, в общем, недостаточно бдителен И в итоге без предоплаты отправил на американский адрес Все по-честному И, в общем, в итоге моя техника кому-то ушла И я даже написал, по-моему, какой-то запрос Ну, не ЦБР, конечно, а в какой-то агентство По киперпреступлениям Скажите, как вы отправили без предоплаты? Вот почему? Что у вас такое сработало, что вы товар отправили А никаких денег не получили? Ну, они там отправляли какие-то как бы квитанции Как бы переводить денег Да, мы даже... Я сделал валютный счет в банке И, в общем... Ну, и на самом деле, ну, магазин такая Просто они достаточно бдителен И они... Я понял, что если тебя начинают торопить с продажами То это вот очень показательно на то, что это, возможно, недобросовестные люди Спасибо, Иван Ну да, абсолютно популярная схема Когда присылают квитанцию Якобы деньги в переводе Сейчас, сейчас, сейчас придут Наш герой отправляет А деньги никуда не переведены Квитанция поддельная, рисуется На вид тоже есть такая схема очень популярная Когда продавец находит... Когда мошенник находит какой-нибудь интересный товар И вот таким образом, оп! И получает его абсолютно бесплатно Андрей из Калуги Мария, спросите, пожалуйста, у вашего собеседника Можно ли украсть деньги с помощью мобильного кассового терминала Прикладываясь к карману жертвы Все терминалы должны быть учтены Я задам этот вопрос Но сделаю через несколько минут Мы вернемся, Тим Скоренко у меня в студии И на YouTube-канале трансляция Кстати, с сегодняшнего дня мы разговариваем с чатом YouTube Так что сейчас займемся этим В ближайшие 3 минуты Страшно Страшно, я соглашусь Ты думал, я тебе чай пойду заваривать? Нет Будем отвечать на вопросы чата Я знал, что будет что-то страшное, но не знал, что настолько Заходите в YouTube-канал, там трансляция Вернемся через 3 минуты И еще у нас будет 15 минут для разговора Что, не полчаса? Ты знаешь как? У нас там следующая программа Поэтому, ну, как бы там реклама будет в 50 Но там маленький кусочек останется Поэтому до 50 где-то там Не, на самом деле не 15 Будет чуть-чуть побольше Ну, все равно сейчас А хочешь это зайди У тебя работает ноутбук или не работает? В смысле ноутбук? А, ноутбук Я имела в виду вот эту штуку Я назвала ноутбуком Какую эту штуку? Прости, пожалуйста Я по-прежнему нахожусь в ступоре Монитор Ну, в смысле комп у тебя не работает? Нет, ну сейчас выключим Все, хорошо, так-то Ну, я просто хотела, чтобы ты посмотрела Может, что-то тебя спрашивают Ну, сейчас посмотрю сама Да, я могу с телефона зайти, если это YouTube Это же YouTube? Ну, да Что там? На Алиэкспресс покупают 10 лет Ни разу не обманывали Вот, кстати, хорошо Последние 5 минут, если можно Дай мне небольшой мой наложек Да, давай, я тебе даже раньше его дам Про то, что делать, чтобы не обманули Да, да, да Этим нужно завершить Это как бы красивая история Давай, так и сделаем У тебя прям история там, да? Ну, не история Есть два правила для телефона И два правила для Авито Они очень простые все Так, что там у нас есть? Могут ли мошенники оформить кредит по фото паспорта Который у меня в облачном хранилище? Кстати В теории, да Николай В теории, да Да, в теории Схемы знают Я вот не могу сказать конкретно где Но сейчас я ищу, ищу, ищу Так Купил материал в магазине Сшить себе чехол на свой байк Когда стал кроить Выяснилось, что продавец меня обманул на 40 сантиметров Я считаю, это мем 40 сантиметров Лучший интернет мошенничества года просто Не, ну все, можно не продолжать Кстати, знаешь, просит Я вот смотрю, тут Татьяна у нас в чате спрашивает Не пользовалась Авито доставкой Как же тогда? Недавно хотели купить с Авито доставкой Но некоторые спрашивают, в чем смысл вообще Авито доставки Как она работает? Что-что? Большая удобная штука Большая удобная штука Так Только вчера чуть не стал жертвой Та-та-та-та-та-та-там Сейчас Где-то здесь было хорошее сообщение Вот я вижу про сообщение Нужно мне будет где-то поменять слово Авито на слово Юла, например Ну, например, да Что мы уперлись в Авито Где наши друзья А скажи про терминалы Вот эти мобильные терминалы, которые я зачитывала Я расскажу На самом деле, если честно, я таких кейсов даже не припомню Может, они и были, но Ну, то есть, это настолько сложно Кто знает, где карточка у человека Где она, в каком ее кармане Такое ощущение, что мобильные терминалы, во-первых, сложная схема Во-вторых, очень маленькое пространство, где она вообще может работать Да Смысла нет особо заморачиваться, что-то делать Украсть карточку в карманнику проще Соглашусь Добрый день С Мари Армас И у нас в студии Тима Скоренко Специалист по информационной безопасности Сотрудник лаборатории Касперского Говорим про мошенничество Ну, в основном, про мошенничество в интернете, но не только У мамы, пишет Николай, сим-карта оформлена на меня А у меня оформлена на нее В итоге мне приходят смс-ки, которые начинаются со слов Мама, я попала в проблему Я боюсь представить, какие смс-ки приходят вашей маме Тим, самые распространенные виды мошенничества Давай сделаем такой топ-5 Ну, если говорить об интернет-мошенничестве То понятно, что все это делится на несколько групп Но две основные группы Это, повторюсь, телефонные мошенничества Но они не интернет, но они имеют близкое отношение Потому что они завязаны на цифровых переводах средств чаще всего И это мошенничество основано на купле-продаже На сайтах частных объявлений Ну и третий тип, наверное, популярности Это поддельные сайты продавцов Когда вы приходите в фейковый интернет-магазин На самом деле схемы миллионы То есть топ-5, если погуглить Вы увидите разных топ-5 Там пять штук И в каждом топ-5 будут разные Даже не пересекаться местами Потому что статистика Ее сложно собрать Потому что классификация может быть разная Если говорить о, например, телефонном мошенничестве Как группе Там самый популярный развод Это звонок из службы безопасности банка Это прям номер один почти всегда Гораздо реже звонят от каких-то других банковских служб Например, это там ваш оператор и так далее Как мошенники из банка делают так Что у тебя действительно высвечивается телефон банка? О, это технология по подмене номера С IP-телефонии Это совершенно элементарная технология Можно зайти Бесплатно любой человек может найти Или платно там на сайт Который предоставляет такие услуги То есть я могу позвонить вам от имени вашей бабушки И это не является мошенничеством Как таковым Это совершенно легальная услуга Знаете, я напрягусь Потому что моей бабушки уже нет Поэтому я, пожалуй, подумаю Я говорю в общем Да, я говорю не конкретно Я говорю в целом То есть от кого угодно И это не является проблемой Меня очень интересно Обманули через Яндекс.Такси Пишет Роман При этом не приходило смс В общем, мою карту привязали к чужому аккаунту Яндекс.Такси При этом мне не приходило смс Ко о подтверждении привязки Решить удалось через банк Заявление на черчбэк Полиция просила у Яндекс.Такси Распечатку поездок с того аккаунта И номер телефона, к которому привязан аккаунт злоумышленников Такая вот схема Впервые, слушай, если честно Я понимаю, что она может быть И это же понятно примерно, как ее реализовать Но она немножко бессмысленная То есть это значит, что Злоумышленники просто хотели за счет нашего героя Кататься на такси Это похоже скорее на хулиганство Чем на цель вот именно Знаешь, это какой-то изящный Арсен Люпен Я беру именно конкретного человека И езжу по номеру твоей карты Я вообще подозреваю Вообще-то это вещь, которая попахивает Каким-то знакомым этого человека То есть вот бывшая, например Я утрирую, но это история про Атаку на какого-то конкретного человека Может быть и нет, но Такое странное мошенничество из серии Ну хотя бы копеечку, копеечку украсть Сколько там можно ездить? Он же не из Москвы в Владивосток на такси-то ездил, этот человек Я вспомнила вчерашнее мошенничество По-моему, с ЦУМом оно произошло Ой, прекрасно, с ЦУМом Согласись, это, конечно, очень красиво Очень красиво Смысл в том, что приехал курьер Доставить дорогую одежду На 420 тысяч Там были какие-то всякие вещи Немного их было, но тем не менее И человек специально снял квартиру на первом этаже Когда зашел курьер, он закрыл дверь Сказал, что сейчас пойдет, померяет свитер в комнату А на самом деле убежал через окно Забравший Боленсиагу и еще там что-то Да, брендовавший шмотки Да, и теперь, кстати, ЦУМ или ГУМ Я забыла, что это было ГУМ, по-моему Думает, как избежать этого вида мошенничества Что клиент заперся и просто ушел в окошко Жителям первых этажей все, курьеры не ходят Никогда Это дискриминация, не надо Это не то 730, 101, добрый вечер Здравствуйте Рассказывайте, рассказывайте, да, слушаем Здравствуйте, Владимир, меня зовут Хочу рассказать про мошенничество, с которым я столкнулся Такое грубятино такое, с сайтом Авито Вот Давайте Да, да, значит, решил продать я через сайт Авито ноутбук свой Вот Ну, цену высокую достаточно указал Думаю, ну, там, поторгуюсь Тут же получил сообщение на Авито Здравствуйте, готов купить ваш ноутбук Значит, я проживаю в Америке Вот Значит, вот, ну, прислал Вот мои данные, куда надо отсылать ноутбук Вот Значит Вы, что должны сделать Вы, говорит, должны прийти на почту и отослать мне ноутбук А я вам, значит, какой-то там чек показывает, что я уже перечислил вам книги Ну, мне кажется, это то, о чем мы говорили чуть выше со слушателем Да, да Иван из Екатеринбурга Та же самая схема Аналогичная Какая рабочая все-таки схема Ну, чаще-чаще не Америку используют Чаще используют максимально удаленный от города продавца город в той же стране Ну, потому что чаще заподозрить может Ой, в Америку посылали, или поленяться, или сложно, или в Америку Ну, не хотят Прости, мой макбук хотят купить из Америки, да? Учитывая, что там тоже рынок поддержанных макбуков большой, наверняка Ну, да, но тем не менее А вот внутри страны легко Чаще всего пишут, ой, я во Владимире, или там я То есть, такой город какой-то понятный Мы в Ростове, там Не берут какой-то эксклюзив То есть, берут какой-то нормальный, среднерусский город какой-нибудь Тим, что надо делать, чтобы не попасться и избежать этих мошеннических схем? Ну, есть четыре правила Два на телефон, два на Авито, если так говорить Если говорить про... Ну, не только Авито Вот я все равно говорю, Авито не совсем корректно На самом деле, на Юле то же самое Такие же схемы проворачивают на Яндекс.Доставке То есть, с доставочными сервисами Такие же схемы проворачивают со СДЭКом С доставкой СДЭКом То есть, это распространенная история С доставкой любых объектов, которые покупаются в сети Первое, что касается сайтов частных объявлений Из звоночек нельзя переходить в сторонний мессенджер Если человек говорит Ой, а мне неудобно общаться во внутреннем мессенджере Давайте поговорим в Ватсапе Это звонок, который в 99% случаев означает мошенничество Для чего это делается? Дело в том, что внутренние мессенджеры Они не позволяют пересылать ссылки Тем более мошеннические Они просто их отсекают Он не сможет вам присылать ссылку По которой вы должны вынудить вас перейти И второе правило Бывают, они обходят это как-то Они там эту ссылку кавычат хитро Или там делают ее какой-то картинкой То есть, бывает Или QR-код присылают в виде картинки То есть, у них бывают такие схемы Просто никогда не переходите Ни по каким ссылкам, ни для чего Если он говорит вам Давайте воспользуйтесь авито-доставкой Ну, зайдите в раздел авито-доставки Или у него на странице должна быть кнопочка авито-доставки На его странице продавца Но переходите никогда ни по каким ссылкам Которые вам присылает вот этот вот товарищ С которым вы разговариваете Все, два правила Не ходить в сторонние чаты Не переходить по ссылкам По телефону еще проще Понятно, что есть глобальное правило Служба безопасности банка Никогда не звонит людям Вообще никогда Но в любом случае Вы не должны ничего никогда сообщать И не делать никаких действий Если вам звонят из банка Никогда вообще Они не могут вас попросить ни о чем И не попросить Они все о вас знают Им не нужен вам ваш номер карты Им не нужно ваше имя Ничего, они все о вас знают Если вас спрашивают Простите, а с кем я говорю? Неважно, с кем вы говорите Трубку кладите Это мошенник Он просто хочет проверить С кем он разговаривает Все Вот это еще бывает Они звонят и говорят Подтвердите, пожалуйста Что я звоню тому, кому нужно С помощью кодового слова Кладите трубку Это мошенник Кодовое слово нужно произносить Когда вы звоните в банк Есть одно кодовое слово В таком случае Возможно, оно не понравится То есть стороне Ну да, на самом деле Если вы хотите испортить им жизнь Они вообще очень хладнокровные Они привычность Но в принципе Если вы понимаете Что это мошенник То у вас есть два Две вещи, которые вы можете сделать Во-первых, вы можете потянуть время То есть поиздеваться над ними Ну так, мой рекорд 40 минут Получите удовольствие Получите удовольствие Это было очень приятно Но что я сделал Ну, возможно, я спас Какого-нибудь человека Которого он не успел сегодня обзвонить Ну, то есть вот как-то так это работает Ну и второй вариант Можно просто испортить им настроение Пожелать что-нибудь очень-очень злого Я не буду в эфире говорить, конечно Неприятного А вот эта история Что люди, которые обзванивают Они на самом деле находятся В местах лишения свободы Это... Далеко не всегда Я одной девушке, которая мне так позвонила Сказала А вы в тюрьме? Я уже мне надоелся разговаривать Она говорит Обижаете Я в колл-центре сижу Отлично говорю Нет, на самом деле Ну, чувство юмора Из дома многие работают Не обязательно Есть тюремные колл-центры Но как раз у меня есть подозрение Что их не так и много Как ходят слухи Потому что... То есть ты можешь сказать Это знаменитые колл-центры в Ростове? Вы оттуда? Тюремные колл-центры просто накрывают С некоторой частотой все-таки Там есть какой-то надзор А вот колл-центры в обычной квартире Где-то там эти пять человек Никто не накрывает Как их накрываешь? Ирина пишет Слышала про такую историю Семейные пары угнали машину Соответственно Заявление в полицию написали Через несколько дней Они выходят из дома Стоит их машина А там конверт Простите Очень нужна была машина Вот вам за билеты Это билеты в театр Люди идут в театр По этим билетам И в это время У них выносят полностью квартиру Не знаю Похоже на красивую сказку Но другое дело Что это может и не сказка Но это не сетевое мошенничество Вполне вероятно Такая история где-то была Вот Максим из Москвы А никакие кибермошенники Не заменят историю моего друга Он работал в Гуччи Обычно туда приходит Женщина с мужем И покупает Очень дорогую куртку Например На следующий день Эта женщина приходит Опять же Но уже с любовником И покупает Точно такую же куртку А потом женщина приходит Еще раз Но уже одна И сдает одну из курток И получает деньги Романтика Ну так это как в фильме Блев с Челентана Примерно Как они там Покупали пиджак То есть это вот Такие классические схемы Ведущие Свой род Из девятнадцатого века Где-то наверное Если не из семнадцатого Я боюсь что даже раньше Егор Псков Похожие схемы развода Используют мошенники С сервиса совместных поездок Бла-бла-кар Всегда просят перевести деньги Вперед И переводят Общение в мессенджер Чтобы сервис Соответственно их не вычислил Такое ощущение Что это главная схема Перевели в мессенджер Ушли по другой ссылке Все А я так и рассказал Само начало Что их задача Украсть ваши данные карты Это основная схема Конечно Потому что с вашими данными картами Они могут сделать гораздо больше Чем с любой другой информацией Они просто переведут себе Столько денег Сколько у вас есть Но кстати Замечу Что многие банки Не все Они возвращают такие вещи Я вот Это совершенно не в качестве рекламы Но я совершенно точно знаю Что Тинькофф возвращает То есть прям даже Если виноват сам человек Были кейсы у моих знакомых Когда он просто Они возвращали Потому что Такая ситуация Молодцы Делюсь опытом Теперь звонят Не от службы безопасности банка Пишет наш слушатель Андрей А якобы из МВД Вот это кстати Как-то серьезнее Да Идет следствие И вы обязаны дать Показания по телефону А дальше Все как обычно Давали номер карты И так далее И так далее И так далее Да Но это кстати более редкий тип Чаще по банку И самое жуткое Что бывает Когда звонят Тоже якобы Службы безопасности И не просят там Перейти по ссылке Или что-то установить Или там А просят перевести Ваши деньги На якобы страховые счеты Человек идет в банкомат Снимает деньги С своего счета В это время Его не отпускают Он все это время говорит Разговор может длиться До шести часов рекордные Вот реально С мошенником И он Снимает Со своего счета Все деньги И перекладывает их На какой-то указанный счет Вот это Самые страшные схемы Абсолютные рекорды Там до трех миллионов Доходит Хищение Человек все свои накопления Так переводит С ума сойти Да Алекс пишет Сижу дома Приходит сообщение от Сбира Поступила заявка На привязку номера К вашему счету Я звоню в Сбир И действительно подтверждает Там, что заявка поступила Во время разговора Приходит сообщение Что заявка подтверждена Я отменяю заявку И спрашиваю Как так? Это подтверждение Прошло без моего ведома Получается Могли снять мои деньги С карты Девушка замешкалась С ответом Потом сообщила Что такое Они бы предотвратили Я не очень поняла Ушли ли деньги Или не ушли Ну на самом деле Бывает достаточно Распространенная история Когда во-первых Поддельные могут Присылать смс Напугать человека Типа вот ломают Вот Есть двухходовки Например популярные Когда Начинают демонстративно Вводить неправильные пароли Например от вашего Интернет-банка Вам приходит сообщение Что в ваш интернет-банк Пытается кто-то войти И так раз в день И вы понимаете Что его ломают Его ломают А потом вам звонят Из банка И говорят Вы знаете Мы получили информацию О том Что в интернет-банк Ломают И вы такой Да, да И вот действительно На самом деле Это они эти же люди Которые вбивали Они ломать-то не пытались даже Они там бивают Неправильный пароль Просто И все Вам смс-очки приходят А потом И здесь тоже похоже На какую-то многоходовку То есть Возможно Ничего на самом деле Не было Просто следующим пунктом Был бы какой-то следующий ход Может быть опять же и нет Схем такое количество Что все не упомнишь Наши слушатели Все-таки волнуются Насчет биометрии Говорят Опять же Записывают голос Чтобы из него Нарезать ответы Для биометрической службы Из голоса нет Но мы как раз Вот об этом говорили А насчет биометрической службы Если речь идет Не о голосе А об изображении В смысле Об изображении Лицо Ну вообще Изображение Они Изображение Это не очень Надежные средства Средства идентификации Существует довольно Много разных способов Подделать изображение То есть Нет ничего Совершенно необычного Поэтому Я бы не рекомендовал Например Делать Разблокировку Телефона Или разблокировку Приложения И чего-то еще С помощью вашего лица Потому что Есть технологии Которые позволяют Разблокировать Совершенно просто С помощью фотографии С помощью 3D маска Это делается И так далее И так далее Ну то есть Это еще не очень Это недостаточно надежно Чтобы служить паролем Отпечаток пальцев Нормальный Кстати Отпечаток пальца Сложновато подделать А вот Фейс Я всегда припоминаю сериалы Я всегда припоминаю сериалы Ну в основном Это какой-то Инвестигейшн Расследование И так далее Где человека уже нет Но берут его отпечаток Палец И прикладывают к телефону Даже российский сериал Мертвое озеро Там такая штука В общем Овер человек Говорят Надо в МВД Отнести Чтобы разблокировали И герой говорит Да ладно Что тут блокировать Берем палец Я автор первой версии сценария А ты что Ты был сценаристом А я как раз запомнила Самая первая версия Началась в 2012 году И вот этого эпизода еще не было Он появился уже после Когда я ушел с проекта Доработали твой сценарий Ну не мой Не мой Там было несколько сценаристов Просто один из Интересно Я думаю нам будет О чем еще поговорить И на другую тему Тим Скоренко Специалист по информационной безопасности Я тим разочарована Что у нас не было звонков от мошенников Черт убери Надо было подговорить кого-нибудь Чтобы позвонили И попытались нас здесь развести Нам надо сделать какой-то такой эфир С другой стороны Ведь в колл-центре Жизнь тяжелая все-таки Иногда хочется позвонить Поделиться Рассказать как оно Есть идея В следующий раз Как мне позвонят мошенники Я с ними договорюсь И скажу Созвонився такое-то время На Серебряном дожде Давайте Отлично Тогда до следующего раза Пересмотреть этот эфир Можно на ютуб-канале Серебряного дождя Заходите Подписывайтесь И спасибо тебе До новых встреч Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok